Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши видеослушатели. Очень нравится мне канал Юрия Дудя, который рассказывает и показывает массу интересных людей, рассказывает о жизни на планете Земля и встречается с хорошими и интересными людьми, берет у них интервью, некоторые интервью мне нравятся, некоторые интервью мне не очень нравятся, все многое зависит от человека, с кем он непосредственно общается и берет интервью, но, по крайней мере, это неплохой источник информации, можно по-разному к нему относиться, положительно, отрицательно, как-то еще, но тем не менее, очень интересно. Было у него несколько видео, посвященных Силиконовой долине, вот в частности на экранах вы на своих видите, интервью он брал у Константина Батыгина, этот ролик я пересматривал раза, удивительно, раза 3-4-5, очень интересный человек, этот Константин Батыгин, очень интересные подходы, понимание, как люди живут в Америке, какие-то материальные вещи он рассказывает, показывает, люди занимаются реально наукой на Западе, я не думаю, что это Америка какое-то исключение, я думаю, что в Европе, в Центральной Европе, где-то в других странах, в свободных странах, люди занимаются наукой. У нас тоже есть такая наука, да, то есть мы тоже этим занимаемся, но как-то это все мало понятно, мало известно, ну, бог с этим, мне об этом речь. Речь о том, что информация прошла достаточно давно, может быть, около полугода назад, я прочитал в интернете, что наше Сколково изобрело инновационный инструмент, а именно разводной ключ, ну, вот обычный разводной ключ, представьте себе, да, то есть вот крутят там гайки, болты, там, сантехники с ними ходят, с разводными ключами, там, разных размеров и так далее. Значит, вот Сколково у нас изобрело ключ с подогревом рукояти, вот это наша реальность, это наша действительность Российской Федерации, еще раз повторюсь, то есть в Сколково изобрели ключ, который имеет внутри, видимо, какой-то источник, я так предполагаю, какой-то источник питания, и это не фейк, это реально, я просто услышал об этом впервые несколько, может быть, месяцев назад, там, может быть, полгода назад, может, больше, и тут снова эта новость проскочила, как-то так, краем уха я ее снова зацепил, то есть это не фейковая новость, а реально, значит, в нашем научном центре Сколково, да, то есть известному, известному этому по всей России, по всему миру, центру науки, искусства, там, я не знаю, как еще его назвать, Сколково, да, снова подняли тему о том, что он такой впереди планеты всей, и там изобретает много интересных вещей, я не буду спорить, возможно, так оно и есть на самом деле, но вот эта новость, не фейковая новость о том, что в Сколково создали ключ, который обогревается, то есть ручка теплая, сантехнику, соответственно, очень комфортно и удобно с ней работать, рука не стынет на морозе, где-то там еще, да, вот такая у нас инновация, изобретенная в Российской Федерации, вполне возможно, что я перегибаю палку, что действительно есть какие-то уникальные разработки, наверное, так оно и есть на самом деле, но мне они, по крайней мере, неизвестны, а вот этот ключ с обогревом рукоятки мне известен, вот такой вот у нас Сколково, вот такая вот у нас наука, вот такие у нас ученые, так вот мы летаем в космос, или не летаем ли в космос, уже непонятно, на батутах ли прыгаем, неважно. Одним словом, это старая новая новость по поводу обогрева ключа, разводного ключа, меня вновь зацепило, я решил ее прокомментировать, свое отношение к тому, что, как это отображается, как это отображено в нашей отечественной науке, инновации, ключ с обогревом. На этом все, благодарю за внимание и удачи вам!